Этот кусочек текстолита послужит основой и передней панелью для очень нужного электронного устройства. Схема настолько проста, что ее может собрать любой начинающий радиолюбитель. Электрончики со стажем, скорее всего, предпочтут регулятор на шим-контроллере. И я с ними буду солидарен. Но для некоторых начинающих такие устройства пока сложны для повторения. А регулятор на одном транзисторе может собрать практически каждый, кто хотя бы раз держал в руках паяльник. Для удобства повторения все размеры показываю на видео. Можете ставить на паузу и записывать. Думаю, так будет нагляднее, чем публиковать чертеж. Огромный плюс этой схемы в том, что совсем не обязательно делать печатную плату. Весь монтаж выполняется навесным способом. При помощи проводов, паяльника и какой-то... Ну, в общем, просто. Как два пальца. Да. Короче, откуда это все взялось на мою голову? Товарищ закадычный, у которого вечно что-нибудь ломается, принес на ремонт очередную обугленную электронную штуковину. Бес, говорит, попутал. Решил переставить из седана в КамАЗ. Ну, а то, что там напряжение в сети 24 вместо 12 вольт, не учел. Зато теперь знает, где огнетушитель хранится. Так вот. Разобрал я шайтан-коробочку. Отряхнул сажу вонючую. Вынул серпантин алюминиевый от конденсаторов электролитических. Да принялся список писать, немаленький запчастей магических. Когда шел до пенька треногого, закручинился пуще прежнего. Да бы нет его в местной лавке-то. Знать купцу на поклон заморскому. Да открылась мне книга таинства. Дата житым она называется. И средь множества букв ненашенских вдруг нашел сочетание знакомое. Недалече от этой надписи есть совет иноземцев грамотных. О замене толкуют демоны. Схожесть есть величин указанных. Пошукал по сусекам провинции. Да нашел цельную горсть аналогов. И по ноженькам, и по внешности, и еще куча всяких факторов. Потянил я шайтан коробочку, хоть и вымолвил слово бранное. И запомнил деталь заморскую. Сочетание параметров, ладно. Да решил смастерить для молоди диковину дюжизнатную. Вот такая деталька получилась. Это не печатная плата. Просто текстолитовая пластина для удобства монтажа. Если приложить немного дизайнерских усилий, то получится очень даже неплохая передняя панель устройства. А из пакетика я сейчас выспал щепотку деталей для сборки регулятора напряжения. Несмотря на кажущуюся кучу компонентов, деталей всего две. Первый из них – резистор с переменным сопротивлением на 10 кОм. Мне попался сдвоенный. Такие применяются в стереоусилителях. Для этой схемы подойдет одиночный. Просто не нашел в своем арсенале. Если вы успели заметить в стихоплетном начале видео, я просверлил отверстие диаметром 2,5 мм недалеко от осевого отверстия резистора. У переменника имеется выпирающий металлический элемент в сторону ручки. Вставив его в технологическое отверстие, предотвращается возможность проворачивания корпуса во время затяжки крепежной гайки. Транзистор, применяемый в схеме регулировки, работает в линейном режиме. Следовательно, ему присущ недостаток линейных устройств. А именно, рассеивание значительного количества тепла в окружающее пространство. Эксплуатация транзистора без радиатора не просто нежелательна, а скорее недопустима, если вы собираетесь применять устройство для регулировки немалых мощностей. Максимальная температура корпуса может достигать 175 градусов Цельсия. Но лучше придерживать ее в районе 70. Для этого иногда будет не лишним принудительное охлаждение. Если вы собираетесь регулировать скорость вращения компьютерного вентилятора для уменьшения шума, то транзистор можно прикрепить к массивной металлической раме. Это даст отличное охлаждение кристаллу, особенно учитывая, что внутри корпуса всегда есть движение воздуха. В моей поделке применяется достаточно маленький радиатор. Он выбран чисто для наглядности сборки и демонстрации работоспособности схемы. В описании под видео вы найдете не только целый перечень подходящих транзисторов, а также ссылки на их приобретение. Компонент, который я сейчас припаиваю, имеет рабочий диапазон по постоянному напряжению от 0 до 55 вольт и способен выдерживать ток до 49 ампер. Это максимальное значение между стоком и истоком. Управляющее напряжение, подаваемое на затвор, не должно превышать 20 вольт. Отсюда следует, что если вы применяете источник входного напряжения больше этого значения и намерены получить на выходе напряжение больше 20 вольт, то перед затвором недостаточно просто установить переменный резистор. Нужно будет рассчитать резистивный делитель, который не позволит подавать на затвор напряжение выше критического. Указанные мной параметры могут значительно отличаться у разных транзисторов. Перед сборкой устройства очень рекомендую тщательно изучить дата-шит на имеющиеся у вас наличие электронный компонент. Также следует учитывать, что в розничную продажу идет отбраковка от гражданских индустриальных компонентов, которые сначала были отбракованы от военки. Поэтому рассчитывать на параметры, указанные в публикациях, по меньшей мере нелогично. Скорее всего, для стабильной работы изделия следует ориентироваться на цифры, процентов на 40 меньше справочных. Особенно, учитывая происхождение. В любом случае, этого более чем достаточно для бытовых нужд. Для увеличения мощности регулятора можно подключать транзисторы параллельно. При этом будет кратно увеличиваться ток, который можно пропускать. А в импульсном режиме максимально допустимый ток сразу возрастет практически втрое. И выделение тепла значительно уменьшится. Поэтому есть смысл в будущем подумать о добавлении шим-контроллера. Тем более, что есть достаточно много простых схем на доступных элементах. Но это если не лень будет. Или появится тяга к модернизации. У меня самого такие регуляторы уже несколько лет работают. Нет ничего более постоянного, чем временное. Кстати, про нагрев. При максимальном открытии перехода сток и сток сопротивление между ними составляет около 22 миллион. А значит и падение напряжения ничтожно мало. Как следствие, мало и выделение тепла. Если переменный резистор не выкручивать до максимума, а держать его в каком-то промежуточном положении, то сопротивление перехода увеличится, и часть напряжения будет падать на транзисторе, значительно повышая нагрев. При повороте ручки переменного резистора до упора в минимальное положение, переход сток и сток полностью закроется. А значит и никакого упадения напряжения и никакого нагрева. В работоспособности регулятора вы можете убедиться прямо сейчас. Для наглядности подключил к выходным проводам простенький мультиметр. В качестве источника питания буду использовать мотоциклетный аккумулятор на 12 вольт 7 ампер часов. Крайне нежелательно путать полярность при подключении. Транзистор не имеет защиты. Плюс к плюсу, минус к минусу. Иначе придется бежать в магазин за следующим подопытным. Транзистор открывается не сразу, а только при повороте ручки на несколько градусов. Потому что для открытия перехода на затвор необходимо подать некоторый минимальный потенциал. Его величина указана в дата-шит. Иногда даже сходится. Если успели заметить, минимальное напряжение на выходе было около 1,3 вольта. Значит от регулятора можно запитывать приборы, рассчитанные на напряжение 1,5 вольта. При максимальном повороте ручки переменного резистора мультиметр показал полное напряжение источника питания. Следовательно, от одного аккумулятора можно питать приборы, рассчитанные на разные напряжения. Честно говоря, линейные источники питания лично мне нравятся больше. У них отсутствуют пульсации и они не создают радиопомех. Но это субъективное мнение. Прислушиваться или нет решать вам. Тем временем для полноты испытаний я решил подключить к регулятору мотор от шуруповерта. Нередко именно его применяют, для изготовления миниатюрных сверлильных станков, циркулярок, фрезеров, гравировальных приспособлений. И вряд ли этим самоделкам помешает регулятор оборотов. Скорее будет полезным дополнение. Да и транзисторы, закрепленные на массивной металлической раме, не пожалуются на плохое охлаждение. Регулировка производится очень плавно, что является огромным плюсом при управлении механическими устройствами. Достаточно просто установить минимальные обороты или подобрать оптимальные для выполнения конкретной задачи. Изделие получилось простым и надежным. Если у вас есть необходимость в регулировке напряжения, то я рекомендую повторить эту конструкцию. Наменование компонентов оставлю в описании под видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Желаю вам крепкого здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok